Шошинская декларация Вынуждает армянскую сторону констатировать, что к лозунгу «два государства, одна нация» можно присоединить через запятую и немного интерпретировать. И говорит, что «два государства, одна нация, одна армия, но два государства». То есть ратификация данной декларации означает, что мы можем и должны рассматривать турецко-азербайджанскую армию как единую армию. Не армию двух союзников, не армия двух братских народов, но единую армию. То есть Азербайджан и Турция заявляют о намерениях и близких намерениях выставить единые вооруженные силы. Не объединенные, а единые. И в этом случае надо будет говорить о едином действительно военном пространстве Азербайджана и Турции. В вопросах войны Турция и Азербайджан достигли миа-цума. Военно-политического этого государства пока, то есть объединенность. О вопросах военных можно говорить о единой, о миа-цуме, который сумел совершить турецкий народ. Армянский народ 30 лет никак не доусужился, в кавычках. Разглашенный процесс миа-цума завершился, турецкий народ его завершает. Они поставили эту задачу и решили. Для них это вроде бы прекрасно. Для нас почему это опасно? Они пользуются моментом, когда центры силы геополитические, региональные заняты украинским кризисом и решают проблемы на периферии данного кризиса. Усиливаются. Это нормальное поведение государства. Претензий к турецким или азербайджанским руководителям быть не может. Они создают единое пространство, они создают как единый народ, единое военное, потом, возможно, создают и политическое пространство. Армянскому народу надо формировать отклик и строить систему безопасности, которая будет готова противостоять единому азербайджано-турецкому, азербайджано-турецкой реальности, скажем так. Это задачи, которые стоят перед нами, и мы их должны будем решить. Баджарана Джангурбан Что думаете вы? Подпишитесь на канал, ставьте лайки и комментируйте. Подпишитесь на канал, ставьте лайки и комментируйте.